всем ребят привет мы также находимся в баре как надо если у нас на обзоре вот такой вот кальян его еще не открывал ничего с ним еще не делал и давайте посмотрим что у нас здесь есть так также такой анбоксинг первое впечатление упаковано вроде все хорошо надеюсь сдэк не разъебал как обычно чего-нибудь так давайте мы это все откроем здесь также очень много стрейч пленки прям пиздец пиздец так мы видим что мы видим уже первые просветы коробочки это не просто черная коробка как я думал изначально это что-то более менее интересное так там у нас скорее всего колба да здесь даже есть сука маленькая ручка типа блять типа чтобы вот так с ним ходить да давайте аккуратно что это вскроем все скрыли это у нас ю4 раш собственно умещается он в такую маленькую коробочку кстати знаете на что похоже мохнатым мохнатый монах бля или как это вино называется который в таких же сука боксах продается да в принципе то же самое давайте откроем глянем что у нас есть там внутри нашел так мы открываем первым делом мы видим что первым делом мы видим вот такую брашерку да и здесь инструкция как все это делать моды white сделано в россии сделано с любовью а футим 18 плюс есть две модели а спайк есть и раш чем отличие спайка от раши том что у раша просто кольцо с которого идет кстати да я забыл сказать что 2019 18 год это год типа зверских интересных продувок да а здесь конечно же все продувается вот отсюда с дырочек а в спайке типа спайк ну типа пёс спайк да а типа шейник с шипами отсюда собственно и модель идет да давайте смотреть все это вот так вот упаковано так я открываю первым что это стану я достану основание 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 вроде из алюминия или полициталя так мы видим как там устроен клапан есть четыре клапанных отверстия и одно основное отверстие да далее у нас идет нижняя погружная трубка у меня модель rush вот так вот собственно мы это все накручиваем а вот нижняя часть вроде бы она сделана из полициталия просто а короче все пусть поле стали кроме в этой штучки а если вдруг мы хотим добраться до шариков это нам придется раскрутить вот эту часть и шарики у нас в легкой доступности тоже очень прикольный стопор для шариков сделан и у 4 ребор он помню 4 взорвал рынок своим дешевым кальяном который был по качеству не так не так уж крутой но все равно взорвали стойте для я перепутал это я думаю чё она такая длинная думаю ебать чё за колба нужно а мы немного неправильно сделали это накручивается вот сюда резьба крутая но вкручивать так же скажу нержу в полициталь да либо в инженерный пластик я думаю очень глупо так ладно вот вы сделали так здесь у нас получается отверстие где будет идти дым из минусов скажу то что скорее всего погружная то есть верхняя часть шахты которая под накладкой будет она будет всегда разъебана и всегда будет желтой потому что налет будет на ней скапливаться так идем наверное к нашей они давайте пойдем к погружной трубочки погружная трубочка у нас вот собственно такая со съемным диффузором и очень хорошим сечением небольшая и не маленькая да так это мы все тоже собрали так далее у нас еще идет коннектор под чашечку очень большой и собственно коннектор под шланг он с орингами без без магнитов и с ребрышками покамись прикольно еще посмотрим до конца соберем и тому же все глянем а это у нас идет накладка она тоже на ринге и вставляется на вот очень интересно чпок и она вставилась но не очень хорошо фиксация слабовата вот она собственно этот клапан продувается он отсюда тогда давайте сразу ставим тогда уже все так окей братцы солдатцы а я думал не положили блюдце это все очень скрыто а блюдце грубо говоря как у матпира по качеству и в толщине очень хорошая мы ставим это вот сюда и берем наш коннектор все очень сложно так так сейчас секунду по ходу здесь какой-то есть косяк ребят я еще до конца не разобрался по ходу нужно немного нижнюю открутить вот так да блять почему я сейчас начинаю все так она ебе смотрите здесь вот блюдца есть и мне это не очень нравится сейчас попробуем разобраться для короче сейчас все походу сломаю так сложно сложно снимаем нашу накладку и попробуем сейчас не с бляя ну чё блять подождите нахуй вот это все это дошла до до упора значит таки должно быть это тоже до упора стоит если выкрутить она будет не совсем комфортно да мы ее закручиваем вот все не сильно до упора ну вот не будут сильнее проворачивать собственно берем вот это одеваем до упора и видите у нас шахта здесь ну не сильно выпирает плюс блюдце но тут мы закручиваем по идее как бы вот эта ступенька должна плотно прилегать к плюцу но этого не происходит и у нас плюца собственно остается что это блять ю4 короче возможно все нормально возможно я просто неправильно все собираю да а но на данный момент этого такой вот зазор и плюца вот стоит я так угли положил она сюда перевалил и сюда угли ладно окей я сейчас попробую переделать да ёб твою мать блять чё это такое почему она не закручивается сильнее все как бы дальше хода нет чё я блять сделал не так ну бля ну это как это что это что это блять ладно хрен с ним давайте попробуем открыть нашу колбу может когда поставим в колбу все решится да так попробуем так да извини что перебиваю щипцы у тебя да у меня наверное у меня не нужны у меня не нужны можешь забить можешь тот же дайм забить и на него поставить угли без проблем и сюда сможешь вынести так ладненько короче есть колба есть кальян выглядит это вот так вот и собственно вот так вот ну хуйня я я реально я признаю возможно свою вину что я собрал его немного неправильно но это блять не калашников да это не какой-то ппш где дохера детали которые нужно правильно вставить и в правильной последовательности да здесь очень просто вроде бы но короче производители любят мне брачные бракованные всякие модели отправлять да это прям вот пиздец прям как любят ну короче ладно а в комплекте в комплекте шланга я тоже не нашел в комплекте его не было возможно его и нет и ни мундштука ни шланга ладно у меня есть еще одна накладка сюда это спайк то есть давайте посмотрим мы посмотрели как выглядит модель а rush и давайте собственно сейчас посмотрим как будет выглядеть модель спайк собственно чтобы у вас была другая модель достаточно заказать просто форму клапана и вот так собственно она меняется да высовывается все это на рингах что на самом деле не очень надежно а ринг порвется и пиши пропало да собственно все это опять вот так засовывается и и здесь у нас блюдце также гуляет так нам сейчас принесут шланг нам сейчас принесут собственно воду в колбе и мы собственно попробуем его покурить и понять что с учителей интересного можно сделать да грубо говоря но блять вот это блюдце я щас напишу диме и спрошу чё я блять сделал неправильно правильно алё дим здорово это да вот а слушай я щас а ну раш спайк собираю короче у меня такая маленькая проблемка когда я ставлю блюдце а коннектор под чашку не закручивается до конца и блюдце гуляет но такого не должно быть и козем перед отправкой проверяли он должен собраться он у меня не собрался он у меня не собрался он должен внутрь коннекторов у него паста он должен внутрь ставится и предъявить коннектор короче смотри чтоб ты понимал а шахта которая под накладкой когда на нее одеваешь накладку она торчит буквально на миллиметров 10 наверное на 7 миллиметров она резьба торчит с накладки да 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 она ну немного да немного торчит да все правильно смотри и вот ты коннектор когда вставляешь коннектор надо прям внутрь вставить там паст такой небольшой он прям туда падает это сделано за то что все по везде на пациенте а я короче ебланю и не могу поставить и тут сижу на камеру возмущаюсь нет нет ну может быть блин как то это да ну я сейчас давай я сейчас попробую переделать и тебе если что отзвоню ты мне прям фотку пришли просто как на каком это на тебя собран потому что можно собираться все понял тебя давай сейчас попробуем короче мы примерно поняли проблему да и давайте собственно попробуем сейчас попробуем это сделать без блюдца ага все окей нет нет по идее все правильно но сечение немного не подходит буквально отсюда еще пару микрон убрать и она закрутиться как надо можно конечно попробовать пробить ее но нет а я эти раскрутить не могу сука ладно окей хи 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 вот видите по идее короче бля пиздос короче по задумке производителя я короче все сломал вот вот этот паз должен был залазить внутрь да по сечению но сечение немного наверное токарь чуть чуть меньше сделал в итоге я решил все это захуярить силой и я теперь не могу это никак раскрутить ах грустно получается все запаялась бля ни туда ни сюда ну ладно я сейчас отключу камеру пойду попробую что нибудь решить с этой фигней и мы вернемся позвоним позвоним сейчас на ватсап алё диман короче смотри у меня теперь еще хуже проблема я понял про что ты говорил что вот сюда должен проваливаться коннектор в это отверстие правильно я короче сейчас решил сила его закрутить и у меня все запаялось я не могу ни туда ни сюда да потому что сечения разные буквально на миллиметр какой то на микрон и это все застряло я понял почему вот так вот аккуратно или внизу что нибудь деревянное постучать? да прям носик попробую постучать ну это металл жря я не знаю не есть дерево ща подожди попробую не бро все приехало ха 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 блять пиздец какой это бывает ну его сэкономили перед отправкой прям на моих глазах проверяли да но оно не залезло ха 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 ну и должно потом он застевать можно оно залезло под углом поэтому застряло нет под углом братан у него идеальный угол я пробовал и без резьбы и так засовывать ааа Я сейчас попробую связаться с ребятами, кто собирал. Может, они тебя прямо сейчас наберут? Ну, по-моему, скажешь. Подскажешь. Ну, ладно, я тебя понял. Всё. Давай, сейчас поебусь немного. Короче, да, мы поняли проблему, в принципе. Ладно. Давайте на это не будем обращать внимания. Бля, я же теперь ничего не смогу сделать. Ладно, короче. Вот такие вот косяки бывают. Я говорю, такое ощущение, как будто производители реально отправляют мне брак, чтобы я, сука, понервничал. И поебался. Ладно, короче, курить будем без блюдца, потому что блюдца я сюда уже и поставлю. Разве что только вот так сделаю. И мы, собственно, сейчас попробуем всё сделать. Пойду наполню, пойду приготовлю чашку и сейчас вернусь, ребят. Короче, мы с нашей вот этой проблемой разобрались. Блюдца я не могу надеть на кальян. Короче, это моя ошибочка. И кто будет покупать эти кальяны, для вас важная информация. Засовывайте очень аккуратно, потому что я засунул под маленьким углом. Если присмотреться, этот угол буквально в полтора градуса виден невооружённым взглядом, и оно просто зажалось. Собственно, ну, уже будем курить без блюдца аккуратненько и посмотрим, что у нас сейчас будет. По тяге всё очень нормально. Курица тоже очень хорошо. Продувается очень интересно. То есть продувка такая максимально повыше, посерединочке. Ни снизу, ни сверху, ни вверх, ни вниз, да? По тяге тяга легче, чем классическая тяга, но при этом всё равно остаётся приятной. И если сравнивать модель Spike и Rush, то по мне так Spike куда интереснее с этими шипчиками, да, и всем остальным. Очень круто. Не, курица реально хорошо, это мой косяк, что так получилось, как бы, да? Но, сука, я поебал, поебланился нехуёво. Поэтому, ребят, это Кальян U4, Краснодар, модель Spike и Rush. Вот так вот он выглядит. По цене, конечно же, тоже максимально демократично. И ссылочку на производителя я брошу снизу. Всем пока, это Давадым и это Барк как надо.